Привет! Меня зовут Катя Попова, я художник, и иногда мне кажется, что я улавливатель образов. Периодически передо мной возникают какие-то образы, я судорожно-то хватаю карандаш или ручку, начинаю зарисовывать, а потом уже смотрю и думаю, как я нарисовала, кто у меня получился. Вот так же получилось с Матушкой-Землей. Я в один прекрасный момент, много лет назад, её нарисовала ручкой, тоже сейчас я распечатала эту работу. И когда я её рисовала, передо мной возникла такая иссерженная, измученная женщина, лицо, которое проявлялось сквозь растрескавшуюся землю, но с какими-то совершенно необыкновенными добрыми глазами, с таким сияющими, с верой в человечество, в людей, в будущее Земли. И всё время, когда я рисовала, у меня было ощущение, что образ как будто ускользает, от меня, как будто он сейчас прячется в этой потрескавшейся земле, как будто я не успею его проявить. И, наверное, это потому, что сейчас, в данный момент, силы Земли, её ресурсы очень сильно убывают, и они не вечны. Итак, Мать-Земля. Мне кажется, такая важная для нас тема, для меня и для каждого из нас. В предыдущем видео о Березняках я рассказала о том, чтобы сделать портал Земли в Березняках и вообще по всей России, и перспективе по всему миру, и отдать должное нашей Матушке Земле. В своё время я очень относилась с этой темой, с порталами Земли, но, к сожалению, меня никто не услышал, я надеюсь, что сейчас услышит. Итак, я хочу рассказать о Земле как о богине. Ведь Земля фигурирует практически во всех космогонических мифах. Союз неба и Земли послужил началом жизни во Вселенной. От них произошли все остальные боги. Земля – супруга неба, с которой вместе создают космос. Она же плодородная земля, почва, а также недра минеральной богатства. Она – начало Вселенной, богиня-мать. Таковы и малазийская Кебела, Тепев у Тревних Майя, у греков Гея, богиня Земли, и сама Земля, возникшая после первоначального хаоса. Она была матерью всего, что жило и росло на Земле. Вначале она родила из себя звездное небо – Уран, а затем высокие горы и, наконец, широкое и голубое море – Понт. И когда Уран воцарился в мире, Гея стала его женой и подарила ему 12 потомков. Ими были Титаны Океан, Кой, Крий, Гиперион, Иопет, Кронос и Титаниды – Тея, Рея, Мнемосина, Феба, Фемида и Тефида. Вечно молодая и в то же время древнейшая из богинь Тера – хранительница нашего мира. Только с ее благословления родит земля. Только ее повелением на полях зреет урожай. И горе тем племенам и народам, кто посмеет прогневать эту богиню. Церера – богиня рода, древнеримская богиня земли. В Древнем Риме ее читали, ее чтили больше других богов. У скифов это была великая богиня Апи. Ее изображали змеи ногой, с поднятыми руками, в которых она держала зажатых змей и львиные головы. А скифы считали змея ногу богини своей родоначальницей и божеством земли. А змеи в скифской традиции символизировали подземные воды, плодотворяющие земли. По рассказу Геродота, скифы произошли от скифской змеиногой богини Апи, матери богов, и легендарного Геракла. Кстати, они встретились в Крыму. Но это отдельная история. У меня вообще есть отдельное видео про богиню Апи. Ссылку я укажу внизу, и вы можете посмотреть. Итак, змеиногая богиня Апи напоминает богиню Кибеллу, поверительницу всего животного мира и владычицу зверей. Фригийская Кибела, Сибела, известная еще под именами Кивева, Дендимена, Идейская мать, Великая мать богов. Ее корону венчали символы солнца. На груди изображен знак луны, лунница. Ей покорялись старственные львы, свидетельщие у ее трона. Кибела богатство, богиня и процветание. Василькинца Севера, царица царей, Великая мать богов. В славянских верованиях земля наделяется признаками святости и ритуальной чистоты. В молитвах и заговорах к ней обращались с теми же просьбами, что и к божественным силам. Вы помните, да, помилуй и спаси, сохрани земля Божья Матия. О грешном человеке всегда говорили, что как же его земля святая на себе еще носит. К земле, как богине, обращались женщины, связывая плодородие земли с возможностью рождения здоровых детей. Наряды замужних женщин всегда содержали вышивку со земными мотивами. Такой оберег должен был охранять женщину от зла и давать ей здоровых детей, быть такой, в общем, здоровой, готовой рожать и рожать. Мужчины чаще обращались к матери сырой земле с просьбой о щедром урожае, а значит, достатке. Славянские мифы рассказывают, что не всегда люди распахивали землю и выращивали хлеб. Долгое время земля считалась святой, и ее нельзя было трогать и причинять ей боль. Ведь вся земля в мире – это тело богини. Когда же бог весеннего солнца Ярила примелся из заморских стран первые зерна и дал другим богам попробовать хлеб, боги решили научить людей растить рожь да пшеницу и делать хлеб. Распахать первую борозду на земле боги попросили Микулу Василия Ниновича, сына матери земли. Он вообще очень долго сопротивлялся, но земля сказала, сын надо, людей нужно кормить. Оберег матери земли называют поле или распаханное. Поле я очень люблю, в своих работах обережных часто ставлю, и можете посмотреть. Знак изображается в виде ромба, пересеченного косым крестом. Иногда ромбовидные узоры относятся, они бывают квадратные, ромбовидные, немножечко с какими-то ответлениями. И всегда изображают, конечно, плодотворенную землю, в которой уже лежит зерно. Поэтому ставят обычно точки в центре куба или квадрата. Я думаю, что о земле, как о богине, можно рассказывать, конечно, бесконечно. Я взяла только главные мифы, в которых она фигурирует, а их множество, ведь огромное количество стран, и в каждой части земли есть миф о земле. Но вот я подумала, вот если сейчас попробовать описать землю, как о богине, она ведь далеко не будет выглядеть, как о богине. Ведь ее тело страдает от боли, потому что она отравлена мусором и отходами. Каждый день исчезают ее поверхности леса. Почва подверглась эрозии и разрушения, а местами она просто мертва. Истреблены и продолжают истребляться ее дети, десятки видов животных. Красота ландшафтов изуродована строительством промышленных предприятий и городов. Вода и воздух отравлены и загрязнены отходами. Ресурсы практически полностью истощены. Выбросы в атмосферу промышленных газов убивают растения и живые организмы. В результате сжигания различного топлива в атмосферу ежегодно выбрасывается около 20 миллиардов углекислого газа, и все это уходит в атмосферу. Это же страшно вообще. Человечество погрязло в войнах и в агрессии, безумии. И ведь вся эта негативная энергия, она тоже уходит в землю. Сотрясая ее землетрясениями, провалами, потом удивляется, почему нас трясет. Академик Вернадский в свое время писал, «Человек становится геологической силой, способной изменить лик земли». Это, конечно, предупреждение пророчески сбывается. Я вот подумала, ну я очень люблю мифы и легенды, и практически во всех легендах, когда богиню обижают, ее мучают, долго уничтожают, унижают. Вы знаете, она начинает мстить. Конечно, подумать страшно вообще, на что она способна. Я надеюсь, что человечество помнится, и мы все будем, каждый из нас, это зависит от каждого из нас, будет как-то с большой любовью относиться к земле и к тому месту, где человек живет. Потому что ведь каждый из нас хочет жить в чистом, прекрасном мире, гармоничном, валяться на зеленой травке, не отравленной никаким мусором, какой-то гадостью вообще, пить чистую воду, дышать чистым воздухом, не бояться быть отравленными, жить в гармонии с землей, с миром. Каждый из нас хочет видеть мир живым, а не мертвым. Ведь это так. Я вернусь к своим порталам. Этот проект не просто арт. Каждый портал – это павильон, где представлен срез земли, такой теруар с этой территории. Собрана вся информация на текущий момент о состоянии земли, что творится сейчас на земле в радиусе, например, 100 километров, где гниет мозг, где произошли какие-то выбросы, где находится промышленное мероприятие, и где земля не очень хорошая, и, например, не рекомендуется высаживать растения. А где, наоборот, чистая земля, и где все хорошо, где нетронутые леса, где водятся птицы, какое количество птиц, кто из зверей остался жив, и какое количество их водится. Вот просто такая статистика по данному месту о здоровье земли. И, наверное, тогда люди, наглядно зайдя в павильон, посмотрев землю, увидев лик земли, увидев все, что с ней творится, начнут, наверное, по-другому относиться. И причем как бы это прям должно быть честно, должна быть собрана очень честная, объективная информация. Я понимаю, что этот проект из области фантастики, но я все же очень надеюсь, что найдутся люди, которые его поддержат, и я его рано или поздно реализую. Ну вот меня мои друзья спрашивают, Катя, не боишься ли ты, что ты рассказываешь о своих проектах, и кто-то их может заимствовать, причем это действительно было уже не раз. Вы знаете, уже надоел бояться, я решила, что надо быть открытой, все-таки мир меняется, мы живем в открытом мире. И рассказывать, выкладывать, иначе если я буду держать их себе, как же люди узнают, и вы узнаете о том, что меня будоражит, что меня волнует, о том, что хочется реализовать. И, конечно, я верю, что мои проекты найдут своих поклонников и будут реализованы. Ну, а о них вы можете посмотреть на моем сайте, который очень простой, это kate-popova.ru Буду очень рада вашим комментариям, вашему вниманию. Спасибо!